Приветствую вас, Александра. Смотрите, какая штука. Во-первых, у вас, ну, достаточно много претворечий, да, в тексте нет какой-то такой вот своей цельной позиции. Хотя бы в том, что вы вроде бы мужчине говорите, что вот, я с тобой не из-за денег, я с тобой не из-за бизнеса, что, там, ну, ты мне нужен, там, просто как человек и прочее, но при этом вы говорите, что мне нужен мой Вова, которого я полюбил, да, там, перспективный, там, бля, вот все, и это как бы претворечие. То есть вы никогда с этим себя обесцениваете и сами не можете определиться так, ради чего вы с ним. То есть человеку полностью вот таким, как он есть, вы не принимаете, да, то есть вы не готовы принять, что он вот такой. Вы задеваетесь на его провокации, то есть он вас, он вас цепляет, да, вы не можете себя защитить и так далее. То есть это вот претворечие. Здесь, как мне видится, основная проблема, это проблема самооценки, потому что у вас были первые отношения, которые не сложились с мужем. Вы достаточно неосознанно поступили, уйдя от мужа сразу к другому мужчине. Вот, то есть вам бы надо, вам бы сделать паузу в отношениях, вам бы разобраться в себе, вам бы, так сказать, освежить свою позицию, да, вот, что я делал не так, что я, вот, как я поступала не так, вот, что привело к деструктиву в отношениях с мужем, вот. И потом, уже, уже потом можно было бы устраивать отношения с новым человеком. А так получается, что вы параллельно с мужем, да, значит, ну, находились в отношениях еще и с другим человеком. Ну, естественно, у вас это, ну, выбивает от колеи. Вот. Это, вот, такая сторона, такой момент. Дальше. Вы говорите, что не хотите, чтобы девочки ваши видели такой пример перед глазами, но сами же вы повторяете это, вы повторяете. То есть, вы его прощаете снова и снова, да, и приписываете это психологическим ловкам. То есть, вот, это странно. Есть, вот, тема такая, созависимость. Созависимость. Вам эту тему изучить. То есть, изучите тему созависимость. Я полагаю, что это будет полезно для вас. Это очень похоже, что вы созависимы от, созависимы, точнее, от мужчины, ваша мужчина. Зависим по своим причинам, а вы созависимы. И вы находитесь в классическом треугольнике Кармана, когда у вас есть, эм, преследователь, есть вы жертва и, соответственно, вам нужен спаситель. Вот. Ну, такие, знаете, сэдомазохистические, сэдомазохистические отношения. Вот. Очень важно этот момент разобрать. Да? Вот. Почему вы так, вот, в этих отношениях оказались. Да? Следующее. Вы пишите, что он вам сказал о работе, когда он вам сказал о работе, его поднял связи, работал в процессе. Вот. Вы начали, опять же, то есть по сути, по сути, вы подтвердили его теорию о том, что вы сми родители. То есть, вот вы говорите, что он возвращается, все время возвращается к вам. И что он вас держит. Хотя я вот здесь не очень понял, вы говорите, что он вас держит, но при этом вы говорите, что возвращается к вам. То есть, не вы его возвращаете, а он к вам возвращается, а вы, и вы, и вы принимаете его возвращение. То есть, как бы, снова и снова надеетесь, что все изменится. Снова и снова надеетесь, надеетесь, что все будет хорошо. И только вся в том, чтобы разобрать этот момент, чтобы разобрать этот момент, почему снова и снова вы надеетесь на этот особый характер. То есть, вы прикладываете на него ответственность здесь за свои желания, за свои потребности. Матерь. Какая штука. Вот. И вот то, что вы пишете в начале, что я говорил вам, что я боюсь, что неуживёмся и все такое прочее, что он вам говорил о том, что покажет новый мир. Да? Это вот классическая история, когда вы хотите перенести на другого человека ответственность за себя и за детей. Это очень важно. Это очень важно, насколько вы самостоятельны. Понимаете? Насколько вы самостоятельны, насколько вы ответственны сами за себя. Ну вот, в принципе, вот так. То есть, изучите другого кармана, изучите тему созависимости и после обращайтесь на индивидуальную консультацию к психологу, который вам понравился. Ну, по сути, вы описываете просто, вот вы просто жалуетесь на мужчину, да, и говорите, может быть, он держит меня какими-то психологическими приёмами. То есть, нет, никаких психологических приёмов и поддержаний нет. Вы позволяете ему это с вами делать, потому что с этим связаны ваши потребности определённые, ваши желания. И вот нужно, да, и конфликты, и конфликты. И вот нужно с этим разобраться. Понимаете? Ладно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Продолжение следует. Редактор субтитров Повсихонс Pisceiki Корректор А.Кулакова